Продолжение следует... Вместе с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, вместе с правительством, в лице Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МЭХ, постоянно в диалоге и прорабатываем вопросы, связанные не только со строительством и расширением дорог, но еще и с пассажирским потоком. На настоящий момент проводится подготовительная работа по реконструкции Каширского и расширению Володарского шоссе. Реализация первого проекта разделена на два этапа. Этап подготовки территории – это когда будут все коммуникации вынесены из тех полос, до которых он будет расширяться. А расширяться сегодня он будет до четырех полос. Но смотрим мы, чтобы именно ваш участок, который на выезде, возможно, даже будет восемь с перспективой. Выносим все коммуникации, изымаем все земельные участки, и потом стройка у нас идет быстро и легко. Будущее строительство уже обеспечено финансированием и намечено на 2020-2021 годы. Сложность заключается лишь в препятствии некоторых собственников изъятию земель. Что касается Володарского шоссе, то сейчас силами застройщика разрабатывается проект планировки и реконструкции этой дороги. Мы обязательно привезем наших проектировщиков, которые покажут все проектные решения. Это съезды, выезды, какие сгонно-разгонные полосы, развязка, по которой сегодня задавалось много вопросов. Кроме того, прямо во время встречи были решены вопросы с пассажирскими перевозками на данной территории. Движение общественного транспорта синхронизируют с работой московского метрополитена. А на остановках жилого комплекса теперь можно будет сесть сразу на два автобуса. Меня волновали темы. Мы все задали вопросы, все получили ответы. Ответы очень нам понравились, положительные. Все замечательно. Меня волновали вопросы именно по инфраструктуре, по строительству развязки, по тому, что делается будет для жителей, чтобы улучшить их жизнь. Более полутора часов глава района отвечал на вопросы жителей, причем не только по темам транспортной доступности. Все обращения взяты на контроль сотрудниками администрации. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.